Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс программа ТОП ЛАТГАЛИЯ. И сегодня мы будем говорить о самых актуальных и обсуждаемых событиях, прошедших дней в Латвии и в Даугутлсе. Реконструкция улицы Ригас. Соответствует ли ожидаемое полученному и почему не будет аудита? Строительство путепровода. Почему так долго сдавали в эксплуатацию? Кто в этом виноват? Об этих и других новостях поговорим чуть позже, а сейчас я представляю нашего гостя. Это первый вице-мэр Даугутлской городской думы Янис Лачвальсис. Добрый вечер! Здравствуйте! И по традиции начинаем нашу программу с обзора новостей. За последние сутки в Латвии проведено 1828 тестов на COVID-19. Выявлено 4 новых случая заболевания. В целом, с начала эпидемии в стране коронавирусом COVID-19 заболели 1053 человека. 741 выздоровел, скончались 22. С марта в стране проведено 101 598 тестов на COVID. Сейчас в стационарах лечение проходит 25 человек. Из больниц выписано 143 пациента. На данный момент в Даугуплске и Даугуплском крае подтверждено 18 случаев заболевания. 11 человек выздоровели. Семеро проходит лечение амбулаторно. Чрезвычайная эпидемиологическая ситуация в стране продлена включительно до 9 июня. 26 мая СИЭМ приступил к рассмотрению закона проекта об административно-территориальной реформе в третьем окончательном чтении. Она предусматривает формирование 42 самоуправлений вместо 119. Изменения должны вступить в силу в середине 2021 года, когда пройдут выборы в самоуправлении. Следует отметить, что согласно реформе Даугуплск останется отдельным городом и к нему не будет присоединено ни одно из действующих на сегодняшний день самоуправлений. В свою очередь, Даугуплский край вместе с Илокской краевой думой образуют новую территориальную единицу. Комиссия парламента предлагает присвоить ей название «Аукшдаугавас новац». Даугуплское самоуправление объявило закупку на разработку плана территориального сотрудничества по гражданской обороне. Предложений от потенциальных исполнителей муниципального подряда будут ждать до 8 июня. Закупка проводится в рамках приграничного сотрудничества между Латвией, Литвой и Беларусью по подготовке и реагированию в чрезвычайных ситуациях с учетом климатических изменений. Цель разработки плана – предотвратить или снизить возможные угрозы для жизни людей или их здоровья, а также ущерб имуществу и окружающей среде. Разработчик должен будет изучить и оценить возможные риски, в частности обвал зданий, аварию на теплотрассе, водопроводе в системе сточных вод или канализации, а также меры по их предотвращению и ликвидации. Необходимо будет разработать и план эвакуации жителей. На разработку данного документа отводится полгода. Работы по реконструкции инженерного арсенала идут полным ходом и уже на следующей неделе здесь будут отмечать небольшое, но радостное событие – праздник стропил, который, как правило, знаменует собой окончание строительства каркаса здания. На данном этапе проекта самой главной задачей, которую должны выполнить строители, являются кровельные работы. И хотя крыша будет заменена на всем здании, но только западное крыло, расположенное на улице Императора, пока будет использовано для музея техники и индустриального дизайна. У города есть договоренность с Сирижским моторным музеем об оказании помощи в создании экспозиции, а в случае успеха есть и шанс, что и на остальные корпуса арсенала будет привлечено финансирование. Борщевик – это красивое, но весьма опасное растение. Его сок оставляет на коже сильные ожоги, причем они могут появляться не сразу, а спустя несколько часов. Это растение живучее и стремительно распространяется в Латвии, с каждым годом отвоевывая все больше и больше территорий. Сегодня его можно видеть вдоль обочин дорог, на полях и даже в городе. В этой связи Управление коммунального хозяйства городской думы в июне проведет обследование территорий, где ранее был замечен борщевик. На сегодняшний день это растение в Даугуполсе констатировано в районе озера Губище, Новых Старых Строп, а также Мешцамсе и Нагреве. Городская дума напоминает, что если вы заметили данное растение в одном из микрорайонов города, сообщите об этом работникам Управления коммунального хозяйства по телефону 654-76-480. В случае, если борщевик растет на частной земле, его уничтожение должен организовать собственник земельного участка. С 27 мая свои двери для посетителей открывает Латгальский зоопарк, но чтобы соблюсти меры предосторожности, в помещении будут запускаться группы, состоящие не более из 11 человек. Посетителям необходимо будет соблюдать дистанцию в 2 метра, избегать прикосновений к различным поверхностям, перилам, ограждениям, стеклам, террариумам, информационным стендам. Следует отметить, что во время карантина Латгальский зоосад обновил свой интерьер, появились новые вольеры и новые жители. Латгальский зоосад будет работать со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Время нахождения в зоопарке будет ограничено до 30 минут. Более подробную информацию можно получить по телефону 654-26-789 или 29-621-191. Реконструкция улицы Ригас на сегодняшний день – это одна из самых актуальных и обсуждаемых тем среди горожан. Объект находится в ожидании приемки, но уже сегодня очевидно, что работы проведены некачественно. И, как мы видим, бракованная брусчатка, асимметрия вызывают вопросы и инженерные коммуникации. Но самое главное – на днях прозвучала информация о том, что расходы по проекту составили не 500 тысяч евро, как ранее об этом говорили, а больше. Янис Антонович, если это так, то почему скрывают? Ну, гордиться результатами работы здесь нечем. За такие деньги продукт, который получает город и горожане, явно не соответствует. Поэтому и нет никакого желания рассказывать, сколько это стоило. И рассказывать о том, сколько это стоило на самом деле. Я же поинтересовался, получил информацию. Даже письменный запрос не надо было делать. Вот, пожалуйста, информация. На самом деле выполнена работа Лабиа Картошина на 552 тысячи евро. Это то, что заплатило самоуправление. И что интересно, из них субподрядные работы – это 227 тысяч. Ну, это порядка 40%. И какие же работы делали субподрядчики? Да, построили ливневую канализацию, построили уличное освещение, уложили брусчатку на этом, укладку брусчатку провели на этом объекте, поставили знаки организации дорожного движения и уложили асфальт. Ну, вопрос, а что же тогда делала сама Лабиа Картошина? Сумма-то там остается порядка 300 тысяч. Я попросил этот перечень работы, мне его дадут. И к этой теме, конечно, надо будет возвращаться. Поэтому здесь вопросов много. Ну, вы сказали, что информацию запросили об оплате проведенных работ. Ну, как долго ждать придется? Ну, я думаю, что буквально пару дней эта информация у меня будет. Ну, смотрите, вы говорите, что качество работ из рук вон плохо. Господину мэру нравится, тем не менее, да. Но получается, вот этот брак, который вот даже вот сейчас мы видим, за чей счет он будет исправляться? За счет гаража? Потому что муниципальное предприятие? Ну, то, что... И оно находится на субсидировании, по большому счету, думаю. Ну, конечно, нет, абсолютно. Ну, дотации предприятие не получает, но оплату за выполненные работы произвели горожане из своих денег, в принципе, да. И то, что сделало само предприятие, и то, что делали там, взятые им на подряд организации. Никаких дополнительных доплат быть не должно, но это будет в убыток, значит, предприятию, а значит, и горожанам. Ну, есть мнение, что если переделывать, то сделать все по-новому? Есть моменты, которые чисто технологически исправить уже нереально, или оставить как есть, или переделывать. Ну, здесь уже будет решать заказчик, какие претензии. А главный заказчик, на мой взгляд, горожане. И самую точную оценку качества дают они. Я могу только с ними согласиться. Вы обратились к мэру с требованием провести тематический аудит улицы Ригас. На сегодняшний день он назначен? Я получил ответ от председателя на мое заявление о проведении специального аудита на улице Ригас, чтобы разобраться, на что и как мы тратим деньги горожан. Ответ получил такой достаточно пространный, что в 2020 году по плану аудитов будет проводиться на Лабе и Кварташеве или месяце аудит. Да знаю я этот утвержденный план, в принципе, еще с февраля месяца этого года, ничего нового нет. Просто, что настораживает, что в 2019 году проводился плановый аудит на Лабе и Кварташеве. В результатах аудита, в принципе, есть предположение, что там совершались действия, которые требуют уголовного расследования. Где эти результаты аудита? Проведены какие-то расследования? Ничего нет. Все лежит под сукном. Ни Элксенович, когда был акционером, ничего не делал, ни потом, придя вместо него Алексеев, все осталось. Боюсь, что если в июле придет туда, опять же, плановый аудит, результаты будут те же. Так как проведение целевого аудита на улице Ригас мне отказано, буду выносить этот вопрос на заседание Думы и уверен, что большинство депутатов поддерживают предложение о том, чтобы точно и дисконально проверить расходование денег на улице Ригаса. То есть я так понимаю, что в ближайшее время этот вопрос придется все-таки решать всем депутатам, и если большинство голосов будет принято и поддержано ваше предложение, то тематического аудита улицы Ригас, ну, скажем так, предприятию Лабиа Картошина не избежать. Ну, да, деньги пирожан надо давать точный отчет. Ну, что ж, переходим к следующей теме. Еще один проблемный объект в городе – это новый путепровод Смилтона-Смалу. Только спустя полгода после завершения строительных работ он был сдан в эксплуатацию. Янис Антонович, в чем проблема? Почему понадобилось целых 6 месяцев, чтобы запустить стратегический объект в эксплуатацию? Ну, на самом деле, одна проблема. Во время строительства, да, не велся контроль за тем, как работают строители. Как они оформляют документацию, как они организовывают строительство, какие материалы применяются, какие изменения в проектных решениях применяются строителями, даже не информируя об этом заказчика, или заказчик об этом даже знать не хотел. Ну, нельзя так руководить такими объектами. Вот все это и вылилось в итоге на тот момент, когда надо сдавать объект в эксплуатацию. Нет того, нет сего. Это документы, которые должны быть, были оформлены еще во время строительства, а не потом при сдаче. Вот и ждали, в принципе, эти месяцы, пока приведут соответствие то, что должно быть и так. Вопрос тогда следующий. Вы по образованию строителей все-таки почему не вмешивались в процесс на стадии строительства? У нас в Думе работает коалиция. Поделены сферы ответственности. Строительство, коммунальное хозяйство – это сфера наших партнеров. И мы соблюдали наши договоренности и не трогали вопросы, которые там возникают. Ну, уже просто терпеть невозможно. То есть, мы придем к тому, что город может потерпеть в результате большие убытки из-за такого отношения к организации работы. Пускай мы нарушим договоренность, но интересы горожан не должны страдать. Тем не менее, точку в этом проекте ставить рано. До сих пор не решен вопрос о выплате компенсации собственников домов, которые оказались, ну, скажем так, под мостом. И господин мэр обвиняет вас в том, что это вы против выплаты компенсации жителям. Действительно ли это так? Ну, нет, конечно. Публично заявлял, и еще раз повторю, я за то, чтобы жители получили компенсацию. Вопрос – кто их должен выплачивать? Конечно, в первую очередь, виноваты и страховщики, которые застраховали их ответственность. А если вопрос касается выплат уже из кармана горожан, то эти выплаты не должны покрывать то, компенсации, которые должны получить от страховщиков. К сожалению, впечатление создается сегодня, что кто-то пытается за счет денег самоправления решить проблемы с страховщиком. Будут определены точные суммы, будем выплачивать. То есть вы утверждаете, что сегодня Думе предлагают заплатить деньги вместо страховой компании? Ну, я не могу отрицать, что на финансовом комитете даже руководитель юридического отдела, когда сказал, что вот, жителям сейчас из кармана горожан выплатим компенсации, но это не запрещает им претендовать на компенсацию от страховщиков по поводу трещин там в домах, и которые были увечены. Но когда он разговаривал с одним из жителей, он говорит, я не буду подавать на страховщиков, потому что денег, которые мне предложило самоуправление, и так хватает. Господин мэр, обращаюсь к вам лично от имени людей, оказавшихся под мостом. В Думе огромное количество юристов. В частности, вы юрист, ваш советник тоже юрист. В самоуправлении работает целый юридический отдел. А получается так, что помочь людям составить иск страховым компаниям некому. Что получается? Мэр лоббирует интересы страховщиков. Переходим к следующему вопросу, и он тоже касается путепровода. В частности, на пресс-конференции мэр сообщил о том, что работы по строительству второй очереди путепровода не ведутся. Вы его тут же, скажем так, поправили и сообщили о том, что Дума находится на пути получения финансирования для реализации продолжения этого проекта. Янис Антонович, можете пояснить, на какой все-таки стадии находится реализация этого проекта? Если бы мы сегодня не работали с правительством, с министерствами, с теми, кто составляет национальный план развития, то деньги, которые должны прийти в город в следующий период планирования, а реально их можно будет начинать осваивать в 2022-м, могли бы остаться в совсем других программах и уходили бы на другие проекты. Конечно, мы работаем и следим за тем, как развивается национальный план развития, тем более, что он будет корректироваться в связи с кризисной ситуацией. Мы следим за тем, чтобы те направления, по которым предполагается реализация важных для развития города объектов, а путепровод – это, безусловно, один из них, были бы предусмотрены в национальном плане развития. Когда в 2021 году Латвия с Брюсселем будет заключать договор, чтобы эти направления, опять же, были бы в силе, и чтобы они позволяли бы нам строить путепровод, и в 2022 году, когда будем подписывать деньги на строительство, были бы спокойны и уверены, что объект будет построен. Если не заниматься этим сегодня, то в 2022 году, в принципе, ждать будет почти нечего. То есть, получается, есть определенная схема, согласно которой реализуются проекты, правильно? Ну, если обращать внимание только на тот момент, когда подписывается договор, и до этого не заниматься, то объем привлеченных инвестиций в город сократится наполовину точно. На прошлой неделе, по-моему, на радиостанции «Алоса Плюс» было интервью с господином министром регионального развития, господином Пуца, который где-то раз в 20 упомянул вас в своем разговоре. Вы что-то прописались в этом министерстве, что он о вас забыть не может уже? Нет, ну, если не работать сегодня с министерствами, с министрами, с политическими партиями, которые сами принимают решения, то ничего не получится. Надо будет для решения важных для города вопросов буду прописываться в отдельных кабинетах и убеждать, что городу нужны объекты для его развития. Ну, судя по этому интервью, вы точно по ночам снитесь с нашими мостами. Переходим к следующей теме и поговорим сейчас о предприятии «Даугоплс Силтумтыкли». Мэр города Андрей Элксниш сделал заявление о том, что закупочная комиссия «Даугоплс Силтумтыкли» приняла решение, не заключая договор с компанией «Фортум Даугоплс» на поставку тепловой энергии. Венис Антонович, неужели все-таки эра частных компаний на «Даугоплс Силтумтыкли» завершена? Ну, нас еще в школе учили определенным прописным истинам. Одна из них касается арифметики. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Поясните. Если у фирмы «Фортум» две котельные, которые производят тепло и поставляют его в город, на одна из них, которая поставляет только в отопительный сезон, вот сегодня договор с ними еще не продлили, а получаем все тепло от частника с другой котельной, ну, ничего от этого не меняется, в общем-то, да. Поэтому такие утверждения будут сильно преувеличены. То есть то, что мы закрываем дорогу частникам, это не соответствует истине, правильно? Частники были и есть на теплосетях. Сокупаемые энергии, в общем-то, да, не поменялся. В таком случае для чего тогда эти все громкие публичные заявления? Ну, то, что происходит с поставками теплоэнергии от частных фирм на теплосетях, ну, наводит на мысль о каких-то попытках перераспределить эти объемы между участниками, там поставить приоритет интересы одних перед другими. Ну, что по большому счету, в общем-то, да, здесь что-то измениться может только со строительством новой котельной. Кстати, я буквально вчера вот туда съездил и посмотрел, как этот объект реализовывается. И должен сказать, что строительные работы очень сильно отстают от графика. И это создает повод для сильных беспокойств по поводу того, будет ли вообще котельная построена вовремя, и не потеряем ли мы европейского финансирования. Надо отметить, что проект должен быть реализован до конца этого года обязательно, в противном случае 5 миллионов, да, если я не ошибаюсь, речь идет именно об этой сумме, придется отдать. Ну, надо прилагать все усилия, но там уже требуется маленькое чудо, чтобы успеть. Ну, как известно, да, «Опелсилтумтыкли» — это тоже зона ответственности мэра города. Господин Владимирович, вы не боитесь, что такое вмешательство в сферу ответственности председателя городской думы действительно придет к развалу коалиции? Ну, я не боюсь остаться в оппозиции. Я не считаю, что существование коалиции важнее интересов города и горожан, поэтому сегодня уже не обращать внимания на решение таких стратегически важных вопросов для города уже просто невозможно, невзирая на всякие разделения зон ответственности. То есть наблюдаете, контролируете и будете это делать впредь? Ну, сегодня уже приходится, в общем-то, обращать внимание на то, как идут дела в сферах, за которые отвечают наши партнеры. Ну, все-таки будем надеяться на чудо, что все-таки проект будет реализован, тем более, что для города он является очень значимым. Переходим к следующей теме и поговорим уже о Даугуповском аэропорте. Проект по строительству регионального аэропорта в Даугуповске в феврале этого года был внесен в национальный план развития страны. Кроме этого, на подготовку документации этого проекта из госбюджета было выделено 100 тысяч евро. И, как вы уже ранее, господин Владимир Петрович, отмечали, впервые в рамках этого проекта государство выделило финансирование. Деньги нужно освоить до конца текущего года. Какая работа проводится на данном этапе? И, по большому счету, кому поручено подготовить вот этот необходимый пакет документов? Сегодня отдел развития вместе с предприятием самоуправления Даугуповск-Лидост организовали закупочную процедуру на разработку технико-экономического обоснования, в рамках которого мы хотим провести геологическое изыскание. Эти 100 тысяч, выделенные на этот год, естественно, будут успешно использованы. Но самое главное, это все-таки решить задачу, чтобы на следующий год в государственном бюджете были предусмотрены деньги для разработки технического проекта. Ну и тут уж, если надо будет, буду жить не только в кабинете ЮПУЦе, и поселюсь в бюджетную комиссию господина Бондарса, не забуду и Министерство транспорта. Финансов желательно тоже. У всех людей, от которых зависит принятие этого решения. Ну, может, это не понравится нашим коллегам, но работать будут от души. То есть, получается, они его за дверь, а он обратно в дверь. Не избавятся, да? Будет господину Пуце снится и Далгопевский аэропорт, да, вместе с мостами нашими. Я надеюсь, что это будут хорошие свидетели. Ну что ж, на этом все. Всем хорошего вечера. До свидания и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!